Пуансеттия Растение очень необычное. Дело в том, что яркая окраска – это не цветы, это прицветные листья, верхние листья, которые появляются только в условиях короткого дня. Для того, чтобы пуансеттия зацвела, растение должно находиться определенное время в темноте, и только после этого появляется такая яркая окраска. Если будете ее подсвечивать или использовать какие-то дополнительные источники подсветки, то растение не зацветет, и все листья останутся также зелеными. В сравнении с яркими прицветными листьями цветы пуансеттии мелкие и даже невзрачные. Это растение семейства молочайных, поэтому если сломать листочек пуансеттии, то будет выделяться млечный сок, который является ядовитым для человека и для животных. Поэтому нужно иметь в виду и относиться к этому растению осторожно. Если не пытаться употреблять пуансеттию в пищу, то она прекрасно подходит для домашнего содержания. В отличие от многих комнатных растений, в осенне-зимний период ей не требуется дополнительное освещение. А вот к режиму полива пуансеттия достаточно требовательна. Поливают пуансеттию довольно редко. Один раз в неделю или два раза в месяц. Корневая система очень слабая у этого растения, очень слабая и очень подвержена за огневанием. И кроме того, пуансеттия требовательна к свету. После цветения пуансеттию, как правило, несколько подсушивают, устраивают ей такой искусственный период покоя. Листья она может полностью сбросить в это время. К весне могут остаться только лишь голые веточки. Весной пуансеттию кардинально обрезают, оставляя лишь старый куст. Срезанные мелкие веточки рождественской звезды используют для размножения.